Июль 2020 год. Вандалы забросали камнями икону Блаженной Ксении Петербургской на храме Украинской Православной Церкви. В Киеве вандалы забросали камнями икону на храме УПЦ в честь Блаженной Ксении Петербургской, разбив стекло и повредив образ. Об этом 19 июля 2020 года на своей странице в Facebook сообщил настоятель храма Протеерей Глеб Помелов и попросил помочь собрать средства на восстановление поврежденной святыни. За 12 лет жизни храм Блаженной Ксении Петербургской на Святошинском кладбище перенес немало испытаний, написал священнослужитель. Были неоднократные попытки взлома, были удавшиеся ограбления, был пожар в соседнем здании на расстоянии менее метра от храма, от которого вокруг пылали сосны и плавился металл, но церкви огонь даже не коснулся. Многое было, но такое, как в этот раз впервые. Вандалы посягнули на саму Блаженную Ксению, камнями бросали в ее икону и повредили стекло и образ. Май 2020 год. В Житомирской епархии неизвестные разрушили и осквернили поклонный крест. Полиция ищет злоумышленников, которые сломали крест, установленный на въезде в село Васильевка, и поставили на его месте распятие со свастикой и сатанинской символикой. В ночь с 17 на 18 мая 2020 года неизвестные вандалы разрушили православный деревянный крест с распятием Спасителя, установленный на въезде в село Васильевка Попельнянского района Житомирской области. Уничтоженный крест был освящен 28 февраля 2019 года. Злоумышленники не просто разрушили крест, но и забрали отдельные его части с собой. На месте акта вандализма не оказалось верхней и нижней перекладин, а также рук от фигуры Спасителя. Полиция, вызванная на место происшествия, зафиксировала факт совершения преступления. Но на этом дьявольское дело не закончилось, сообщили в епархиальной пресс-службе. В ночь с 22 на 23 мая на месте поваленного креста появилось нечто страшное. Неизвестный поставили крест, который, скорее всего, притащили с местного кладбища, и распяли на нем куклу, которую обрисовали свастикой и сатанинской символикой. Также на крест прицепили табличку с непристойным изображением. На оскверненное место вновь вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые будут устанавливать личности злоумышленников. Май 2020 год. В Тернополе вандалы надругались над собором Украинской Православной Церкви. Накануне Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне вандалы нанесли оскорбительные надписи на стене собора в Тернополе. В ночь с 8 на 9 мая 2020 года в Тернополе вандалы осквернили кафедральный собор Украинской Православной Церкви в честь мучениц веры, надежды, любви и матери Исофии. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел. Злоумышленники нанесли на стены собора красной краской оскорбительные надписи. Секретарь Тернопольской епархии, протеерей Стефан Белан, сообщил, что надписи обнаружили утром, когда стали собираться на богослужение. «Так приветствовали нас с Днем Победы. Мы не видели, кто это сделал. Будет выяснять полиция. Правоохранители приехали на наш вызов, осмотрели территорию, составили протокол», – прокомментировал священнослужитель акт вандализма. «Против Украинской Православной Церкви совершается настоящий террор», – так сказал управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний Поканич. Владыка Антоний отметил, что лишь счастливая случайность спасла во время пожара жизни 80 монахов Свято-Успенского монастыря и подчеркнул важность реакции на это властей. 24 апреля 2020 года управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний Поканич прокомментировал пожар в Свято-Успенском мужском монастыре Одессы и предшествовавшие ему нападения на храмы и монастыри УПЦ. На своей странице в Фейсбук Иерарх назвал происходящее «настоящим террором против церкви». Он обратил внимание на то, что за последние две недели пожар в Одессе стал четвертым подобным инцидентом, однако в данном случае поджег не одна из версий, а неоспоримый факт. При этом нужно усиленно благодарить Бога за то, что удалось избежать большой трагедии, ведь если бы не удалось вовремя отбросить на безопасное расстояние брошенную под бензобак горящую бутылку с зажигательной смесью, взорвалась бы припаркованная возле газовой трубы братского корпуса машина. А в этом помещении проживает 80 монахов. Просто представьте, сколько человеческих жизней могло быть погублено, если бы не помог Господь, подчеркнул владыка Антоний. В этой связи я не побоюсь назвать происшедшее террором. По мнению владыки, подобные действия – это попытка сломить дух Украинской Православной Церкви и склонить ее променять приверженность каноническому устройству на единство с расколом и политическую поддержку. Июнь 2020 год. Верующие греческого села Мория на острове Лесбос, церковь которых подверглась вандализму со стороны мигрантов-мусульман, восстановили свой храм святой Екатерины. Об этом пишет Orthodox Christian. «Независимо от того, сколько раз вандалы-мигранты разрушают наши церкви, мы будем восстанавливать их», – говорят верующие Лесбос. «Мишень номер один вандалов в Мории в новых цветах. За каждые десять раз, когда они будут уничтожать храм, мы будем восстанавливать его сто раз», – написала в Facebook жительница Мории Макис Павлелес, представляя фотографию недавно отреставрированной церкви святой Екатерины, выкрашенной в синий-белый цвет греческого флага. Церковь была восстановлена волонтерами. Март 2020 год. В Греции мигранты разгромили православный храм. Мигранты из временного лагеря Мория напали на храм в Метеллине, практически полностью разрушив его внутреннюю часть. Православный храм в честь святого победоносца и великомученика Георгия в городе Метеллине на острове Лесбос, Греция подвергся нападению около двадцати разъярённых мигрантов. Фотографии поруганного храма местные жители опубликовали в социальной сети Facebook. Нападение на храм произошло после инцидента в центре для беженцев-иммигрантов Мория. В воскресенье в лагере начались беспорядки и полиция применила слезоточивый газ. После этого группа из двадцати беженцев вырвалась за пределы центра и сразу направилась к местной церкви, устроив там погром. Вандалы нанесли храму значительный ущерб, практически полностью разрушив его внутреннюю часть. При этом, по словам местных жителей, этот же храм всего несколько дней назад был ограблен. Июнь 2020 год. Лидер турецкой исламистской политической партии предложил закрасить лик Серафима на куполе собора Святой Софии в Стамбуле. Один из руководителей турецкой политической партии благоденствия Садет Партизи Абдулла Севим в своей публикации в Твиттере предложил туркам взять известь и как можно скорее закрасить лик Серафима на куполе Святой Софии в Стамбуле, сообщает ортодоксия Ньюс Эгганси. «Не нужно ждать решения Государственного совета, мы уже закупились известкой», — написал политик и призвал всех на мусульманскую молитву в собор Святой Софии, которую проведет президент Турции Эрдоган. 8 июня 2020 года президент Реджеп Таип Эрдоган заявил, «Турции не нужно спрашивать решения Греции, чтобы превратить храм Святой Софии в мечеть». «Сейчас они говорят об Ае Софии», — цитирует агентство комментарий турецкого лидера относительно реакции Греции на последнее заявление Анкары. «Говорят, ты не превратишь его в мечеть. Вы из турецкой администрации». Он подчеркнул, что в этом вопросе и Турции не нужно ни у кого спрашивать разрешения. «Нам не нужно брать у вас разрешение. Мы ждем решения Госсовета и поступим в соответствии с ним», — сказал Эрдоган. Накануне пересмотр статуса Святой Софии поддержал ближайший союзник Эрдогана глава партии националистического движения Тевлет Бахчели. Бахчели заявил, «Собор Святой Софии — это мечеть, символ завоевания турецким мусульманским народом. Это неизменная истина, которую каждый должен осознать. Если Аллах позволит, то из Ая Софии будет доноситься не звук колоколов, а азан». Май 2020 год. Вандалы повалили и разрезали 10-метровый крест на вершине Сен-Лу во Франции. Разрушенный крест весом около 900 килограммов был установлен на высоте 628 метров в 1911 году. Неизвестные вандалы повалили и разрезали на две части металлический крест, установленный на вершине Сен-Лу в Департменте Эро, Франция, осквернив его надписями «Сила ведьм» и «Еретики». Предположительно, инцидент произошел в ночь с 10 на 11 мая, однако местные власти обнародовали информацию об этом лишь спустя несколько дней, сообщает польское католическое издание PCH24PL. Сломанный металлический крест весом около 900 килограммов и высотой 9,5 метров был установлен в 1911 году на месте деревянного. Местные издания сообщают, что сейчас верхняя его часть держится с помощью небольшой полоски металла и опасно колеблется на ветру. Местная жандармерия ведет расследование. С конца 19 века, 19 марта, в день, когда католическая церковь чтит память святого Иосифа, на вершине Сен-Лу ежегодно совершались молитвы, на которой собирались многочисленные паломники. Многие постоянные посетители этого места прибывают от произошедшего в шоке. Это не первая атака на крест, который часто сравнивали с остальной конструкцией Эфелевой башни в Париже. После предыдущего нападения, которое произошло в феврале 1989 года, Генеральный совет департамента смог его восстановить всего за 10 дней. Данный акт варварства вписывается в целую серию подобных антихристианских нападений, которые в последние несколько лет охватили Европу. Франция в этой бесславной статистике занимает первое место. По данным правительства, в течение трех лет ежедневно там оскверняются в среднем три церкви, но объектом действий вандалов также становятся кладбища, памятники и католические школы, отметили в издании. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова